Я думаю, скептикам не место у экранов, настроенных на волны башкирского спутника. Мы сегодня обязательно победим, и мы сегодня вправе ждать хорошей, интересной и качественной игры. Перед началом домашнего матча Юлаевцев с Рижским Динамо, мало кто поспорил бы с комментаторами телеканала БСТ. Они не без оснований надеялись на положительный исход игры. Все верили, что наконец Салават предстанет в своем грозном обличии, правда, без троица ведущих игроков. Максим Майоров и Сергей Соин пока в лазарете, а сами Лепестов отбыл на Кубок мира в составе финской сборной. Станислав Гореев и Дмитрий Черных, призванные им на замену из Тороса, пока не готовы к роли лидеров. Другие ведущие игроки-хозяев в двух стартовых периодах своих лучших качеств не проявили и выглядели по меньшей мере блекло. Не удивительно, что перед заключительным игровым отрезком наша команда уступала в счете 0-2, позволив сопернику дважды использовать численные преимущества. Наверное, все видели, как мы играли в первые два периода. Так нельзя начинать игру с только удаления. По первым двум периодам это недонастроили что-то другое? Ничего не могу сказать. Мы, видимо, недонастроили, если так играем. Тренерский штаб Юлаевцев понимал, что после такого невзрачного начала нужно было обязательно что-то менять. Думается, что во втором перерыве в раздевалке Салавата атмосфера была не из приятных. С первых секунд третьего периода стало ясно. Впереди нас ждет сюжет с лихо закрученной интригой. Креатив в действиях уфимцев присутствовал и до этого, но сейчас наши хоккеисты еще и доводили дело до опасных бросков. Вратарю Рижан Якобу Седлачику становилось все сложнее, и он все-таки дрогнул. А как тут не дрогнуть, когда в тебя в упор разряжает свою пушку могучий Денис Куляш? Самый бросающий хоккеист матча поразил цель с пятой попытки и добавил живости бурлящую в арене. После этого игра Юлаевцев засверкала новыми красками. Второй гол в ворота Динамо назревал и вновь случился в большинстве. Автор шайбы Энвер Лисин радовался неистово, ведь для него этот гол стал первым в сезоне. 2-2 и до конца матча было около 6 минут, но цифры на табло изменились лишь после серии буллитов, где Фортуна оказалась на одной стороне с Рижанами. Я вижу, что команда работает, много работает, бросает по воротам, попытается обороняться достаточно квалифицированно, но я вижу, что это только работа и пока нет у нас такой конструктивной игры, которую нам всем хотелось бы увидеть, поэтому мы мало голов забиваем и забиваем и с таким трудом. Вообще для башкирских болельщиков вчера был по-настоящему хоккейный день. Сначала Толпар во дворце спорта выиграл во втором матче сезона, а Агидель на выезде взяла верх в противостоянии с Торнадо. Все ждали победы и от Юлаевцев, но, видимо, судьба посчитала, что три успеха за день для команд из одной клубной системы слишком много. Но мы-то с вами знаем, что бело-зеленая машина способна побеждать на всех уровнях хоккейной вертикали. С нетерпением ждем следующей игры с Йокеритом. Эдуард Хизбульный, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев». Эдуард Хизбульный, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев».